каждый раз когда рок-пиар говорит про николэнда помните что это правый кургенян это великий философ ты ничего не понимаешь как спенсер спенсер это просто лбаёк ты ничего не понимаешь а не клэд от права кургенян это великий философ и гений они более релевантно излагают свои мысли чем действительно умен из него реакция хотя спенсер от меня в реакции действительно умен из него реакции только молд бага у него идеи простые блять как пробка нахуй то есть там ну он действительно как бы технарь то есть остальные это просто как такие гуманитарные гуманитарии куколды которые говорят вот блять если бы всем управляли технари тогда все было бы заебись а ты кто а я лизгин блять это такая идиотская срань ник лэнд это блять специалист поделился блин как бы то есть может быть он изучал всю жизнь делиоза потом понял что он хуя на акционе то есть он начитался французов блять понял что это говно все эти постмодернисты и ударился в на реакцию нихуя подобного он постмодернист просто правый просто экономически правый постмодернист то есть у него смысл я вкратце расскажу что такое акселерционизм акселерционизм и сейчас вот потом ты мне скажи что это тебе напоминает вот есть разные тенденции в обществе да то есть вот свободный рынок да то есть капитализм корпоративный капитализм всякие вот эти вот страшные вещи которые сейчас происходят высокие технологии рост этих высоких технологий всякие вот эти вот циклы которые нарастают нарастают и нарастают и подпитывают еще друг друга при этом потому что новые технологии помогают подпитывать свободный рынок, глобализацию и так далее, все вот эти вот процессы, которые идут по нарастающей, да, и вот акселерационизм состоит в том, что эти процессы надо как можно мощнее ускорять, чтобы в конце произошла технологическая сингулярность и, короче, везде появились, блядь, роботы. Роботы мне очень нравятся. Не, ну что, обычный прогрессивизм такой, и что? Иными словами, это коммунисты, блядь, почему? Потому что как бы по факту, когда когда человек говорит, давайте, значит, обострять... Подожди, а почему ты называешь его правым кургиняном, если он, блядь, левее настоящего кургиняна? Или ты продурал? Ну и с чем дело, но он же формально за свободный рынок как бы выступает и за иерархию, то есть, типа, там, особо не придерешься, кургинян-то не за свободный рынок и не за иерархию. Но у них тактические разные приемы, как бы, стратегические, это все на коммунизм. Ну, не-не-не, ну, нужно все-таки более практически подходить, да, если человек топит за свободный рынок, за иерархию, то есть, да, здесь сейчас, то он правый, блядь. Вот, а то, что... Ну, если он топит за это, чтобы капитализм скорее вызрел, блядь, и можно было социалистическую революцию назвать на начале. Ну, там не социалистическая революция, там просто роботы, они соберутся в сингулярность, блядь, и всем будет скайна править. Блядь, так это Вассерман какой-то сраный, то есть, это даже не кургинян, это Вассерман. Ну, там именно, что, да, но с точки зрения акселерационистов, когда сингулярность произойдет, не будет никакого смысла в правых и левых идеологиях. Ну, реально, все сойдется, все противоречия будут преодолены, все как по Гегелю. Потому что, потому что скайна-то, он как бы, он настолько умен, блядь, что там все пиздец. Ну, это, блядь, это не кургинян, это Вассерман, это уже следующий уровень, блядь, это уже два логических шаха. Ну да, но Вассерман, он понятно изъясняет, а Ник Лэнд, это кургинян, на самом деле. А, то есть он кургинян по стилистике, то есть он просто, блядь, запутан очень. Ну да, ну вот эта вот манера рисовать схемы, блядь, мудацкие, как бы, из человечков. Ну, а это из шизофреников отличает обычно. Шизофреники любят рисовать всякие схемы, блядь, карты и прочую хуйню. Потому что им кажется, что они так более ясно для людей излагают свои мысли. На самом деле, только хуже становится все.